У меня в голове вспыхнул огонь, только красный, сколько я помню, и стал кольцами расходиться. Я понял, что во мне что-то влезло. Михаил Макаров описывает свой контакт с инопланетным существом. Для тех, кто сомневается, уточняет – был трезв. Михаил – уфолог со стажем, в прошлом сыщик. Теперь ищет следы внеземных цивилизаций. Неопознанные объекты приходится отличать от птиц, звезд, планет, коптеров. Когда навстречу друг другу летят две звезды, обгоняют друг другу, меняют траекторию, что для спутников-то невозможно. Расходятся, раздваиваются, сливаются или точками вспыхивают в небе. Михаил говорит, что в Алтайском крае уфологов немного – человек 10 на весь регион. Работа опасная. Не раз приходилось спасаться бегством, идти на компромисс с инопланетянами. По словам мужчины, ему даже иногда приходится просить разрешения на съемку в своих экспедициях. Чувствую, мой палец не может нажать на спуск фотоаппарата. Сейчас снимать не надо. Не снимай сейчас ничего. Мы столкнулись с тем, что нас контролируют, нами даже могут управлять, что-то могут запрещать. Кстати, здесь в пойме Аби не раз замечали НЛО, говорит мужчина. Видели неопознанные объекты несколько лет назад в Рубцовске. Тогда Михаила подключили как эксперта по аномальным явлениям. В жилом доме, над которым зафиксировали странное свечение, творилась какая-то чертовщина, вспоминают рубцовчане. Я даже в ванну захожу, например, мыться. Я не вся моюсь. Я сначала мыгнусь, голову мою и оглядываюсь. Я чувствую, что кто-то за мной стоит. И все же многие считают уфологию псевдонаукой. С осторожностью говорят об НЛО астрономы. Объекты, конечно, неопознанные они есть, но иногда им приписывается то, что хотелось бы. И иногда принимают даже вообще Венеру за летающую тарелку, потому что она самая яркая планета. И особенно если человек перемещается, то кажется, как будто она тоже очень быстро движется. Михаил в свои 64 продолжает изучать небо. Он считает, что инопланетян вряд ли интересуют порабощение, эксперименты или сотрудничество с людьми. Они выполняют сдерживающую роль. Им нужен, прежде всего, конечно, контроль. В случае чего мы будем принять меры для того, чтобы нас вовремя остановить. А если же мы будем опасны для самой Земли, может быть, нас и убрать. Так или иначе, но даже астрономы не исключают, что мы не единственные существа во Вселенной. По крайней мере, многим очень хочется в это верить. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...